ПЕСНЯ Эстет Фэшн Вик в самом разгаре! ПОЕХАЛИ! ПЕСНЯ Скажите, каково быть визажистом на неделе моды в Москве? Очень интересно. Ты никогда не знаешь, какой макияж будет следующим. И это всегда новые задачи и какие-то новые эксперименты даже со своим творчеством. А что значит для вас быть визажистом? Творить одно из проявлений творчества? И какой ваш любимый макияж? Который вы предпочитаете делать? Который предпочитаю, который красиво получается. На самом деле, совершенно любой. Вот на девочке мне сейчас нравится, естественно, как я делала. А на ком-то безумно красиво смотрятся смоки. То есть, я не знаю, я все люблю. Главное, чтобы было выражение. И как со временем вы укладываетесь? Детей же так много, и как всех успеть? Мы тоже много. Успеваем. Кто-то в очереди стоит. Естественно, стресс. Но все равно все справляется. А вот расскажите, по времени вы вообще ограничены? Да, конечно. И вы пытаетесь всех успеть вот так же красиво накрасить, как вот эту милую принцессу? Да, абсолютно верно. Ну, то есть, первый макияж в серии коллекции дается там чуть дольше, а остальные уже идут быстрее, потому что уже знаешь, как что делать. И приблизительно зависит уже от формы. Подстраиваешь те цвета или задачу. Все гораздо быстрее происходит. Хорошо, спасибо. Продолжайте свой творческий процесс. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Все переверится, родная. Все переверится, моя видна, жизнь. Есть ли у вас любимый дизайнер? Расскажите о нем поподробнее. Любимый дизайнер, вы знаете, наверное, те вещи, которые ты сам выбираешь и носишь. Не важно, каких дизайнеров. Важно, допустим, что мне нравится у Надежды Шибиной, то, что у нее есть какая-то придумка и своя глубокая задумчивость, что ли, вот как дизайнера. Мне очень нравится. Я могу очень многих перечислять, понимаешь? На самом деле, для меня главное удобство. Чтобы было удобно на сцене, чтобы было удобно в жизни, и чтобы это, правда, не мешало движению. А то иногда бывает какого-нибудь модного. Возьмешь, оденешь, и оно движению мешает. Это неправильно. А какие украшения вы предпочитаете? Практически никаких. Я предпочитаю больше всего. Ну, в крайнем случае, иногда часы. Ну, и одно время были кольца. Но, как бы, сейчас... А ваша жена любит украшения? Ой, это да. Вот у нее сейчас она приедет, у нее спросите, она реально очень любит украшения. Ну, как, наверное, любая девочка. Потому что девочка без украшений, ну, не знаю, даже будет вызывать у меня вопросы, почему нет. Хоть чуть-чуть чего-нибудь, хоть чуть-чуть где-нибудь. Скажи подробнее о дизайнере коллекцию, которую ты сегодня демонстрируешь. Наш любимый дизайнер – это Саида Азимова. И я очень восхищена нашими платьями сегодняшними. Платье прекрасно, вообще, покружись, покажи нам всем. Супер, супер, дев, да? Слушай, а как тебе вообще атмосфера за кулисами? Волнуешься? Да, конечно, волнуюсь, но мне очень нравится. Я, как бы, в этом показе участвую первый раз. И вообще эмоций куча, очень положительных, отрицательных нет. А каково впервые участвовать в показе? Впервые очень волнительно, хочу сказать. И как борешься с волнением? Борюсь с тем, что на мне прекрасное платье, прекрасный макияж, прекрасная прическа. Я выгляжу потрясающе, поэтому волнение потихонечку уходит. Слушай, ну мы желаем тебе удачи, отличного тебе пройтись, и чтобы ты была шикарна на сцене. Это коллекция по счету. Мы ежегодно выпускаем коллекцию, работаем с 2001 года, но на Estet Fashion Week мы выступаем второй раз. Поэтому это вторая наша коллекция здесь. И мы счастливы, что это случилось. А как легко вам давалось создавать эти творения? Вдохновляет жизнь. Для нас самое главное, чтобы все, что мы показываем на подиуме, было бы носибельным. То есть ты увидел, купил, одел, пошел, и ты в тренде, ты модный. Это главное. И это кажется легко, но это и очень сложно, потому что ты должен каждый раз внести какую-то маленькую изюминку, чтобы продвинуться, и чтобы мода в нашей долгой русской зиме, а показ так и назывался, а зима будет большая, было что-то. В этот раз мы придумали вот эти большие варежки, теплые. У нас появились впервые головные уборы. И, в общем-то, все равно показ Full Total Look, полный образ. Это для нас тоже очередная ступень. А где вы черпите свое вдохновение? Вы знаете, по-разному. Вот даже сейчас, когда я сидела на показе на Estet Fashion Week, я видела коллекции дизайнеров, и я думала уже о будущем. Жизнь дает новые идеи, и неважно, на показе ты... Вот сейчас я была в Тель-Авивском музее современного искусства. Это как вам? Ну, там выставлялась буржуа. Это скандальная старуха, которой уже, правда, нету с нами. И... Ну, вы знаете эту фотографию, где она спасла вам, извиняюсь, членом. Вот. Поэтому... Бог знает, где черпаешь эти идеи. Хорошо. Мы вам желаем дальнейших творческих успехов и продвижения вперед. Ваша коллекция потрясающая. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!